В России возможен резкий скачок цен на бензин. В стране топливо подорожает в полтора раза уже в следующем году. Это прогноз счетной палаты. Всему виной повышение акцизов. С 1 января они вырастут до 12 374 рублей за тонну. Дизельное топливо достигнет отметки 8541 рубль. От правительства, по мнению экспертов, потребуются новые сдерживающие меры. Увеличить пропускную способность и повысить безопасность на трассе Краснодар-Славенск на Кубани-Темрюк проведут масштабную реконструкцию. Этот участок, по решению правительства России, включили в федеральный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дело в том, что после открытия Крымского моста увеличилась и нагрузка на дорогу от Краснодара до Темрюка. После обновления трассы добраться из краевой столицы до моста можно будет в полтора раза быстрее. На дорогу уйдет чуть меньше двух часов. По сути, строительство дороги начнется заново, что потребует значительных финансовых вложений. Очевидно, что за свои средства провести необходимую реконструкцию трассы, соответствующую транспортно-эксплуатационным характеристикам, а это 136 километров, не представляется возможным для края. Та сумма, которую озвучивают эксперты, порядка 90 миллиардов рублей, неподъемная для бюджета региона. И здесь мы рады поддержке правительства. Вениамин Кондратьев считает, что с обновленной трассой появятся и дополнительные точки роста для экономики региона. По пути на Крымский мост будут развивать придорожный сервис для удобства туристов. Край посетила делегация из Узбекистана. Состоялись переговоры о расширении торгово-экономического сотрудничества между Кубанией и Джизакской областью. Товаработ между республикой и регионом в прошлом году составил 54 миллиона долларов. И эта цифра растет. Крайу особенно интересен опыт в развитии текстильной промышленности. Перед встречей делегация посетила текстильную и плодовощную оптовые базы в Краснодаре, Кореновский молочно-консервный комбинат. Также гости встретились с руководством региональной торгово-промышленной палаты. Первый форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана состоится 19 октября в Ташкенте. Заем под процент годовых могут получить участники краевой программы повышения производительности труда. Льготную программу финансовой поддержки запустил Фонд развития промышленности вместе с Минэкономразвития, Федеральным центром компетенций. Предпринимателям могут предоставить от 50 до 300 миллионов рублей. Срок не более пяти лет. Для участия в проекте организации должны выполнить целевые показатели повышения производительности, пройти процедуру сертификации. В России запретят тратить маткапитал на покупку непригодного жилья. В Госдуму внесут законопроект. Соответствующее постановление уже подписал Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте Кабмина. Речь идет о том, чтобы оградить семьи от заключения договоров на получение займов с некредитными организациями, неподконтрольными регулятору и другим госорганам. Подобные учреждения порой неправомерно распоряжаются средствами маткапитала. Ежегодно им перечисляется около 28 миллиардов рублей. Владельцам проблемных банков могут запретить выезд за границу. Соответствующий законопроект разрабатывает Комитет Госдумы по финансовому рынку. Идею уже поддержали в Центральном банке. Документ должен быть подготовлен в осеннюю сессию. Ограничения коснутся не только владельцев организации, у которых была отозвана лицензия, но и банков, чья финансовая деятельность вызывает вопросы у регулятора. Юристы полагают, что изменения позволят сохранить капитал в стране. Росстат назвал самые быстродорожающие продукты. Это пшено, белокочанная капуста, морковь, сахар. Также стало известно, что сумма среднего чека жителя страны за один поход в магазин в сентябре выросла после долгого времени снижения. Она достигла 519 рублей. Об этом свидетельствуют данные холдинга «Рамир». Рост наблюдался во всех восьми федеральных округах, кроме дальневосточного. Курс валют от Центрального банка России на 17 октября в завершении выпуска. Вот на каких отметках остановились доллар и евро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова